Так начинается утро у налоговой инспекции и судебных приставов. Нелегкое дело взыскания долгов. Должники прячутся, скрываются и просто не открывают двери. В ходе рейда приставы посетили должников, чьи долги превышают сумму 100 тысяч рублей по транспортному, жилищному или земельному налогу. Но, как показывает практика, найти должников по месту жительства не всегда получается. Так произошло и в случае с первым должником. Приставы оставляют повестку. В случае получения постановления о возбуждении исполнительного производства, нужно незамедлительно явиться по адресу Парковая 66 в Анапский городской отдел управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю к приставу-исполнителю на прием. Новый год все ближе. Кто-то планирует провести каникулы за границей, однако должникам туда путь закрыт. Также арестовываются банковские счета и накладывается запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств. Чтобы не испортить новогоднее настроение, необходимо погостить все долги, о чем судебные приставы напоминают и письменно, и лично. Налоговая инспекция заранее, летом, начинает рассылать уведомления и квитанции об оплате налогов. То есть, если срок уже приближается, и вы не получили квитанцию, то можно обратиться в налоговую инспекцию, получить эту квитанцию и оплатить налоги своевременно. После того, как налоговая отправляет дела в суд, судья выносит приказ о взыскании долга и передает в службу приставов. Они исполняют решение суда. Налоговая инспекция формирует рисковое заявление и направляет дела в суд. После этого уже мы совместно с службой судебным приставам начинаем мероприятие по взысканию налогов. Главное оправдание должников не получил квитанцию об оплате. Только это не освобождает от ответственности. Время идет, а долг меньше не становится. В таком случае приставам приходится прибегать к крайним мерам. Приставы-исполнители не преследуют цели забрать у должников телевизор, холодильник или другую бытовую технику. Просто по-другому нельзя. Таков закон. Изъятие имущества – мера по взысканию задолженности. В случае неуплаты задолженности предпринимаются меры принудительного воздействия, такие как арест имущества с последующей реализацией в счет погашения долга. То есть машины, квартиры и так далее. Проблема неуплаты налогов стоит особенно остро. Причем в накоплении долга нет ничего сложного. Достаточно не заплатить за транспортный или жилищный налог, и вот уже выросла довольно приличная сумма. Среди неплательщиков – граждане, которые по объективным причинам не могут в полном объеме оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Но встречаются и такие, которые просто не хотят платить налоги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова